У нас в этом году, во-первых, сложились такие, такое сочетание катаклизмов, не характерно для нашего региона, что на самом деле результаты, которые мы получили на своих демонстрационных площадках, их можно рассматривать как пример реакции гибридов на кучу факторов экстремальных. Во-первых, получается у нас в этом году очень ранняя весна и быстро начали нарастать температуры, осадков достаточно мало было относительно предыдущих лет и все мероприятия полевые, они все сдвинулись на более ранние сроки. Мы в этом году сев начали кукурузы 8 апреля. Это для нас вообще нестандартная ситуация, мы обычно отсеиваемся к майским праздникам, но начинаем сеять где-то во второй половине, ну в середине апреля. В этом году же температура нарастала, почва прогревалась, поэтому было понимание, что надо идти, ждать нечего, тем более, что осадков как таковых, хороших осадков весенних, их не было. Это раз. Во-вторых, нас в этом году посетили возвратные заморозки, которые пришлись ночь с 8 на 9 мая. И в зависимости от рельефа, скажем так, наверное, они были разные. На демонстрационной площадке по касательной прошло, минус полтора градуса мы всего имели заморозок, но были поля, особенно в низинках, где до минус 7 находились участки. И действительно, мы, как и многие в нашем регионе, наблюдали страшную картинку, когда кукуруза, всходы её, которые в этот момент находились в фазе трёх-четырёх листьев, они распластались по земле и не подавали серьёзных признаков жизни, и разговоры о пересеве были очень и очень актуальны. Но здесь всё-таки люди волю в кулак взяли и, отследив точку роста, обнаружив, что она в большинстве случаев жива, всё-таки оставили историю нетронутой, не стали пересевать. На самом деле, мы неоднократно видим, что пересев – это, конечно, самая крайняя мера, и часто адаптивность растения настолько велика, что даже снижение урожайности, которое показывают поля, пережившие серьёзный стресс, они всё равно давали урожайность выше, чем история с пересевом, потому что всё равно влага уже истрачена, дополнительные операции в поле, они ещё влагу подбирают, и, в общем-то, это тяжело складывается. Ну и в довершение ко всему этому у нас даже ещё два фактора сложились в этом году. У нас за апрель-август выпало, вот я посмотрела сегодня с метеостанции, 140 мм. Это, на самом деле, серьёзно ниже наших среднемноголетних значений, и у нас, мы ввели многолетнюю аналитику по кукурузе, решающим фактором, влияющим на урожайность – это количество осадков в июле месяце выпавших, когда построили график урожайности по хозяйству в течение многих лет, да, и сколько осадков было в июле, мы видели, что эти графики идут абсолютно параллельно. И в этом году всего 44 мм выпало за июль, это крайне мало, вот просто в разы меньше, чем наше многолетнее значение. Этот фактор ещё наложился. Следующий фактор, который, я думаю, что сыграл тоже ключевую роль, это то, что у нас ещё на демонстрационной как раз площадке и по части хозяйства прошёл серьёзный граф. И тот, кто вот у нас на демонстрационной площадке был в этом году, видели, что листья кукурузы, вот такие как тряпочки, полосочки, болтались, они уже действительно выглядели крайне-крайне нехорошо. Вот, собственно говоря, в таких условиях у нас был получен в этом году урожай кукурузы подсолнечников хозяйства на своей демонстрационной площадке. И вот я посмотрела аналитику за 8 лет урожайности, которые у нас получились в производстве, чтобы оценить вообще, насколько происходит снижение урожайности. Вот за 8 лет у нас средняя урожайность по хозяйству, по кукурузе была 8,2 тонны в зачёте. В этом году урожайность у нас ещё не всё убрано, но большая часть уже лежит в складе. Урожайность идёт сейчас пока 6,6 на круг, это уже в зачётном весе. И колебания, которые были за эти 8 лет, они были такого плана от 5,4 до 9,3. То есть, конечно, это не самый худший год по урожайности по кукурузе, но всё равно существенная просадка от среднем многолетних значений. Что касается подсолнечника, то у нас тоже большая часть убрана. Урожайность на круг 2,5 тонны в зачёте. Средняя наша урожайность 2,9. За многолетнюю статистику колебаний были от 2 до 3,6. В прошлый год, конечно, был прекрасен по кукурузе по подсолнечнику. Вот в этом году просадка очень и очень чувствительная. Не терпится перейти непосредственно к результатам. Можете ли вы показать нам таблицы, рассказать, какие гибриды или сорта, возможно, вы выбирали для размещения на демопосевах и почему, по какому принципу вы отбирали эти гибриды. Ну и, конечно, интересные результаты. Какова вообще логика привлечения гибридов на демонстрационную площадку? В первую очередь, мы всегда на демоплощадку высеваем всё то, что у нас есть в производстве. Два слова про то, что есть в производстве. Значит, мы по кукурузе 86% площадей в этом году у нас засеяны гибридами Декал, гибридами Байер. И все эти гибриды на площадке демонстрационной представлены. Что касается подсолнечника, у нас 80% площадей представлены гибридами Сингенты. И оставшаяся часть там у нас, сейчас скажу, оставшаяся часть у нас, это 20% попробовали на тест гибриды агроплазмы. Опять же, эти гибриды были подобраны по результатам демонстрационных испытаний многолетних. Конечно же, то, что мы публикуем на своих ресурсах, вообще передаем людям в руки бумажки с цифрами, это, конечно же, только одна вершина айсберга. Многолетнюю статистику мы максимально используем. Все эти гибриды у нас были на площадке, именно поэтому мы имели возможность расширить линейку, допустим, той же самой Сингенты на площадке, потому что не все наши партнеры, которые привозят на демоплощадку свои гибриды, имели возможность это сделать в этом году. Перебои с ассортиментом были очень у многих. И это большое сожалению, надо сказать, потому что очень много не было сильных игроков на площадке, хотя кто-то присутствовал из наших старичков, проверенных, и с чем сравнить, есть. Обычно у нас люди, которые привозят нам гибриды на площадку, мы их знаем по 10 лет, потому что они из года в год, несмотря на то, что мы не сеем эти их гибриды, допустим, в производстве, но они осознают необходимость тестирования их в нашей зоне, и необходимость демонстрации этих результатов. Вообще демонстрация результатов – это достаточно редкий фактор, факт в нашей жизни, потому что большие площадки демонстрационные могут позволить себе крупное хозяйство, в которых есть техника, люди, которые в состоянии это провести, время, возможность оторвать ресурсы в момент критической уборки, для того, чтобы два-три дня просто выключить эту технику из производственных процессов. И, как правило, это холдинги, а холдинги, как правило, не публикуют эти результаты, они это исключительно для своей пользы делают, и у них нет такого посыла образовательного, допустим, для того, чтобы показать это окружающим. У нас же другая история, мы как раз такая серединка золотая, которые уже могут себе позволить делать такие опыты, но не имеют потребности закрывать результаты, скажем так. Поэтому из года в год привозят к нам коллеги свои гибриды, и по сарафанному радио находятся те, кто понимает, что им тоже, наверное, поучаствовать в площадке не хотелось бы. И вот в этом году у нас заметная смена, заметное разбавление иностранных компаний, отечественными компаниями. Часть компаний пришлось вот на юг агро обойти ногами и сказать, я, Далее Коротково, из артели, ваших гибридов нет у нас на площадке, может быть, вы все-таки найдете возможность привезти эти гибриды, потому что действительно очень интересно. Много мы сейчас находимся на таком тектоническом сдвиге платформ у нашего селекционно-семеноводческом процессе, и поэтому появляются новые угроки, и действительно привезли гибриды в этом году, новые компании, и за это им большое спасибо. Поэтому, значит, у нас по статистике, вот тоже посчитала ее у нас на площадке по подсолнечнику. С 2022 года с 0%, в 2024-м 55% у нас это отечественные гибриды. И, ну, на самом деле, хороший сдвиг, и хочу сказать о том, что отечественные компании раньше спустя рукава смотрели на популяризацию своих гибридов в нашем регионе, еще в Краснодаре там какое-то движение было, там, где находятся непосредственно эти компании, или там в Воронежской области, то к нам в Курску область вообще надо было, ну, я не знаю, что сделать, чтобы затянуть какие-то гибриды всеми правдами и неправдами. Сейчас политика поменялась к лучшему, и молодцы, что идут и привозят эти гибриды, приезжают сами и сядут от начала до конца, и отношение другое. Молодцы, это хорошо, это прекрасно. Солнечник, какие фирмы у нас присутствовали, и как это все выглядело. Подсолнечник у нас четыре технологии. Это Евролайтинг, Евролайтинг Плюс, Экспресс и Классика. Наше хозяйство много лет исключительно по Кляффилду выращивало неому. В этом году у нас в Экспрессе все гибриды находятся, и это абсолютно никак не повлияло на то, что мы все равно все четыре технологии отсматриваем. Мало ли как изменится ситуация, у нас уже будет определенная статистика. Значит, вот смотрите, с 2017 года показаны урожайности по всем технологиям. То есть все гибриды всех фирм, которые были в тот год по технологии, средняя урожайность выведена. Вы видите, что в какие-то годы лучше себя чувствовала одна технология, в какие-то другая, но справа столбик средняя. Здесь показана урожайность в среднем за все эти годы, и вы видите, что урожайность сопоставимая. То есть если мы о многолетних данных говорим, то, конечно же, эти технологии потенциал имеют, наверное, одинаковый. Но технология выбирается исключительно под потребности, под те задачи, которые стоят перед хозяйством. Что нужно решить? У нас длительное время Клеофилд использовался для того, чтобы почистить поля после раскорчевки сада. Через подсолнечниковое поле у нас вводился в оборот вот эти земли, раскорчеванные. И, естественно, почистить лучше, чем Клеофилд ничто не сможет. Но надо понимать, что у кого таких проблем нет, то, естественно, что другие технологии здесь прекрасно себя чувствуют. Значит, вот то, что касается технологии. В этом году мы видели, что у нас очень много привезли в этом году экспресс-технологий гибридов. И фитотоксичность гербицида была выше, чем вообще по предыдущим годам. Скорее всего, связано это было с тем, что растения у нас в этот момент мало того, что были только что обработаны заморозком, и так испытывали стресс. И мы видели, что характерные признаки фитотоксичности на экспрессе, ну, на большинстве гибридов. Здесь мы видим, что просадка урожайности по этим гибридам была безусловная. Все гибриды, которые были на площадке, нормально пережили замороз. Не было совершенно погибших растений. И много было в течение сезона разговоров о том, что какие-то гибриды формировали несколько корзинок в связи с тем, что это, наверное, была реакция на эти заморозки. Ну да, мы видели на ряде гибридов такую историю. Но, как видите, я потом сравнивала эти свои наблюдения с урожайностью этих гибридов. На урожайности какой-то серьезной просадки я не увидела. Значит, что еще из общих выводов, которые мы посмотрели на этой площадке? Вот сейчас перед вами таблица, которая показывает урожайности каждой фирмы гибридов внутри каждой технологии. И здесь видно, что, во-первых, большинство фирм представлены в нескольких технологиях. И это, на самом деле, прекрасно, что работы селекционные ведутся. И они отвечают запросам производственников, чтобы гибриды были разных технологий. Клеофилд Плюс, на самом деле, не так серьезно распространенная, наверное, технология сейчас. Она не так, наверное, популярна, как три другие. Но все равно гибриды присутствовали. Что из интересного? Да, у нас в большинстве случаев выигрывала по площадке Сингента. И Сингента Лидея показывала прекрасный результат. В пятерку лидеров сходили. Значит, Лимогрен Байер. В этом году эти фирмы очень мало привезли. Лимогрен вообще не привезли гибридов. Короче говоря, состав участников серьезно поменялся. Но вот вы видите, какие фирмы чувствовали себя на площадке по урожайности. Так, что еще? Масличность смотрели. Значит, мы, конечно, ориентируемся на 50% масличности. Это тот показатель, который наиболее благоприятен для наших покупателей. Но в этом году мы видим пороги изменения цены и 44%, и 46% разных контрактов. Поэтому в зависимости от того, кто с кем работает, вот можно приблизительно представлять, какая история у какой фирмы с масличностью. Ну и, в общем-то, вот результаты, которые мы увидели по классической технологии. Здесь урожайности вполне себе обычной для нашей площадки. Вообще классика в этом году прекрасно себя чувствовала. И те, кто умеет работать по классике, конечно, видно, что испытывают растения гораздо меньший стресс от гербицидных обработок, проведенных своевременно. Поэтому гибриды себя максимально реализовали в отношении. В этом году не было никаких серьезных у нас поражений с заболеваниями. В прошлом году мы отмечали, была очень тяжелая осень, мы отмечали большое количество склеротиней на гибридах. И у нас эти результаты выложены в Телеграме, на нашем сайте. Можно посмотреть, как гибриды реагировали на устойчивость, как проявляли устойчивость к серой гнили. И было очень хорошо видно по прошлому году. В этом году таких проблем серьезных мы не видим. Но учет в любом случае сделаем. Пробы у нас еще остались. Вот всю зиму будем заниматься, разбирать, считать количество склеротиней в каждой пробе. Это результаты по Клеофилду. В общем-то здесь тоже новые игроки представлены. В этом году первый год у нас Enflower представлен на площадке. Щелково первый год представлен на площадке. Russit второй год представлен. Anmasit, Syngenta, Bayer, это Rushed. Это компании, которые много-много лет привозят в свои гибриды и активно участвуют вообще в жизни площадки. Клеофил плюс. Вот несколько гибридов всего. Ну и самая большая раскладка у нас по экспресс-технологии. Здесь вы видите, что все фирмы, которые привозили к нам гибриды, вот здесь они представлены. Ну, в общем-то, наверное, по подсолнечнику все. Это технологии, по которой мы выращивали норму мыси. Мы всегда исходные данные показываем, чтобы у людей была возможность сравнить. Вообще по площадке мы всегда делали еще один очень интересный учет, о котором стоит поговорить именно, когда мы говорим про кукурузу. Ну и подсолнечник тоже самое. Мы за месяц до уборки отбирали всегда початки, отбирали корзинки и делали учет влажности, чтобы можно было сравнить с тем, с той уборочной влажностью, которую мы видим при анализе проб с комбайна, и есть возможность оценить влагоотдачу. На подсолнечнике, может быть, она не так сильно важна, а на кукурузе, конечно, это ключевой фактор. Для того, чтобы использовать многолетние данные, нужно иметь стандарт. Какой-то гибрид, который с года в год показывает стабильно хорошие результаты, и, как правило, это производственный гибрид. В случае подсолнечника у нас это неома, и у нас есть таблицы, в которых мы урожайность внутри года сравниваем с неомой, и оцениваем не количество тонн с гектара, которые мы собрали, а сравниваем между собой процент прибавки к неоме в течение этого года. Вот мы, получается, выбираем по гибриду 5-6 лет, и смотрим, насколько он плюс-минус давал к неоме. Как правило, эти цифры плюс-минус, они, как правило, у нас в минусах к неоме, потому что реально перебить неому очень сложно по урожайности, по стабильности этого гибрида. И вот этот гибрид, который мы из года в год сеяли и хотели бы сеять дальше, для нас он очень устраивал. Что касается кукурузы, то здесь у нас в качестве стандарта выступает гибрид ДКС-4014. Здесь тоже процент прибавки. В большинстве случаев другие гибриды не могут его обогнать. Это, как правило, мы видим отрицательное значение в процентах прибавки, если анализируем многолетние данные. Конечно же, когда мы оцениваем совокупность параметров, это и урожайность, и влагоотдача, и скорость созревания, и устойчивость в случае груза к стеблевому мотыльку в плане того, что его меньше едят, в плане того, что растения меньше ломаются при повреждении стеблевым мотыльком. Вот эти все вещи, когда все в кучу собираются, мы видим для себя, что ДКЛ имеет серьезное преимущество именно поэтому в течение многих лет мы выращиваем его, имея все эти годы статистику партполигона. У нас была возможность убедиться в плюсах и минусах каждого гибрида. И вот для себя мы отрядили, что в наших условиях вот эта история нам более выгодна. С кукурузой такая же история была, как и с подсолнечником. Увеличилось количество российских компаний? Да, количество компаний увеличилось. Тоже не может не радовать. Надо сказать, что визуально даже могу отметить качество материала, которые везут. Потому что раньше мы наблюдали, отечественные привозили нам компании, там видно, что это отсыпано откуда-то из каких-то общих мешков, и это привозилось. Видно, что это не производственные партии, скажем так, привозились. Часто это, может быть, некалиброванные семена были. Короче говоря, может быть, и гибриды показывали бы себя несколько иначе, но мы часто видели, что был такой подход для демо, ну, не очень серьёзный, скажем так. Сейчас привозят красивые мешки, брендированные, с нормально калиброванными семенами, протравленные, качественно протравленные, с кучей всяких наворотов, там, с микроэлементами, стимуляторами. Говоря, вот по полной программе люди подходят серьёзно. С вопросом производства семян. Значит, и фирмы количество увеличилось, и надо сказать, что люди, которые начали приезжать на сопровождающие, которые с нами сеяли, ну, как правило, мы видим, что это выходцы с иностранных компаний, которые просто перетекли в отечественные, и они перетекли с тем же пониманием, как должен выглядеть маркетинг, как должен выглядеть демонстрационный посев, ну, то есть стандарты повысились, безусловно. Видимо, стали на это серьёзно обращать внимание и отечественные компании. Я ещё хочу отметить тоже положительный сдвиг, хотя он долго у нас буксовал. У нас раньше отечественные гибриды привозились договорами о том, что мы не имеем права публично разглашать результаты опытов. И у нас начинался вот этот пинг-понг с юридической компанией этих крупных отечественных гигантов теперь уже о том, что мы исключаем этот, значит, пункт из договоров. Почему так держались крепко за вот эти пункты договоров? И зачем юридически так серьёзно подходить к этому вопросу? Ну, то ли не осознавали необходимость популяризации, не знаю. Короче говоря, это была непобедимая история. И самое интересное, что сами представители компании, они осознавали всю глупость вот этого факта, и они находили пути таки привозить к нам эти гибриды разными путями, чтобы обойти вот этот дурацкий юридический запрет, который, естественно, шёл, наверное, не знаю, от руководства ли компании, либо это шло как-то вот несогласование каких-то внутренних коммуникаций внутри компании. Я надеюсь, что всё-таки все осознали в этом году, что нужно максимально широко показывать свою линейку, ничего не бояться, и внимательно отслеживать результаты, чтобы делать какие-то выводы. Значит, вот спектр компаний, которые присутствовали. Вы видите, что здесь и иностранцы, и отечественные. Здесь мы вывели урожайность среднюю по гибридам внутри каждой группы ФАО. Надо сказать отдельно, что группа ФАО, конечно же, между фирмами сравнивать очень сложно. И неоднократно мы об этом говорили, и какие-то нужно, конечно, региональные привязки вносить, или хотя бы производственникам понимать, что да, конечно, важная информация группе ФАО, но делать стопроцентный вывод о том, что этот гибрид высохнет к определенному моменту, это такая работа неблагодарная, скажем так. Значит, что могу сказать в целом. В этом году серьёзно выигрывали гибриды с поздним ФАО. Это очень хорошо видно внизу. Вот эта вся линеечка средних урожайностей по группе ФАО становится абсолютно красной, абсолютно зелёной. По какой причине произошло именно такое смещение в поздние группы ФАО? Да, конечно, мы знаем, что у более длительно вегетирующих растений больше потенциал накопить, больше урожайность. Но мы неоднократно наблюдали картинку, когда погода складывалась таким образом, что раннее ФАО вообще не уступало по урожайности поздним ФАО, например. И тоже это не стоит сбрасывать со счетов. Вы видите, что ФАО у нас на площадке от 150 до 390. Для многих цифры выше 300 внутри Курской области вызывают большие опасения. У нас в производстве специально сделала выборку ФАО в этом году от 230 до 340. И мы много лет уже выращиваем гибриды с ФАО выше 300 декалповские, потому что, во-первых, всё равно у декалповысокая влагоотдача, я об этом сейчас ещё чуть позже скажу. Во-вторых, они созревают к моменту, когда мы начинаем уборку, и мы в большинстве случаев сушим кукурузу. У нас всё производство кукурузы настроено на работу с сушкой, потому что ту прибавку, которая даёт кукуруза с поздним ФАО, она открывает все эти затраты на сурку и все эти риски снимает. Успела она высохнуть, не успела она высохнуть. Почему? Потому что сушка в нашем регионе – это, конечно, атрибут обязательный для широкого производства кукурузы. И сейчас мы все имеем одну и ту же задачу – закрыть потребности животноводства, в том числе птицеводства. И те, кто работает с птицей, прекрасно знают, что в первую очередь выступает борьба с микотоксинами в кукурузе, а она имеет большие риски при поздней уборке. Соответственно, вся уборка у нас настроена на то, чтобы интенсивно убирать и интенсивно сушить. У нас 4000 тонн в сутки, мы сушим кукурузы, и начинаем ее убирать с влажностью, там, 28-29%, 30%, может быть. Нас это не пугает, и это экономически целесообразно в нашем случае. И нам удается контракты иметь с птицепабриками, которые очень имеют свои строгие требования по микотоксинам. Так что все это вместе завязано. Вот история с кукурузой – это не только урожайность. Это очень большой кусок влагодачи. И опять же, это очень большая зависимость от того, насколько качественно кукуруза сушится. Я не знаю, насколько селекционеры вообще осознают вот эту потребность качественной сушки, но у нас проводится много лет такой анализ, когда мы все пробы, которые мы убираем кукурузу, мы их специально порадим сушим. Это инфрареды, которые подсушивают зерна кукурузы, за счет разницы веса показывают влажность. Вот так настроен прибор. Там можно выставить температуру, мы ставим ее такую же, как у нас сушка кукуруза осуществляется в сушилках, и смотрим, насколько зерен повреждается во время этой интенсивной сушки. И таким образом можно сделать вывод по гибриду, насколько он травмируется, насколько он сушкой пригоден. Наверное, не знаю, как это сказать правильно, насколько он технологичен в сушке. И если гибрид, даже высокого урожая, имеет проблемы с сушкой, если мы в процессе сушки увеличиваем зерновую примесь за счет того, что зерна лопаются, не только эффект попкорна возникает, но и само по себе зерно повреждается. Вот это обязательный для нас показатель, который мы считываем при подборе гибрида. Это тоже нужно обязательно отслеживать тем, кто кукурузой занимается серьезно. В этом году, конечно, вся кукуруза у нас убрана практически сухая. И в производстве мы сейчас убираем не сушу. И на демоплощадке мы видели, что влажность была крайне низкая, и какой-то серьезный анализ по влагодаче сделать по этому году нельзя. Поэтому здесь, если мы хотим оценивать влагодачу, есть результаты прошлого года. Я чуть-чуть покажу этот слайд, там прямо очень красиво видно, как по фирму работают с влагодачей. Сейчас перед вами как раз история с урожайностью по этому году. И мы видим, что так как КВС в этом году привез нам пакет, в большинстве которого составляли гибриды с поздним фау, они вырвались вперед, и у них все прекрасно получилось. Но надо сказать, что если взять, допустим, фау 340-330, мы видим, что да, появляются гибриды у отечественных производителей с поздним фау. И да, они по урожайности имеют другой уровень урожайности. Вообще вот эта картинка по ранжированию, по урожайности гибридов, которую мы сейчас видим, она очень характерна для нашей демоплощадки. Все, что я сейчас говорю, это касается только нашей демоплощадки. Переносить результаты эти на другие регионы было бы некорректно или на другие технологии производства. Однако какую-то общую картинку можно сформировать вот даже на основании данных, которые даже по этому году мы видим. Мы видим, что верхняя часть списка, конечно, это гибриды в большинстве своем иностранной селекции. Тут нам еще догонять и догонять. Но сам факт того, что отечественные производители линейку расширяют, залезают в более поздний фау, пробуют варианты, именно в нашей зоне пытаются конкурировать, это очень хороший положительный момент, о котором, конечно, надо говорить и это все дело показывать. Но говорить о том, что мы заместились без потерь, говорить не стоит, потому что человек, который переходит с Декалта, например, или там с Рашта, на гибриды других фирм, которые объективно имеют меньший потенциал урожайности в наших условиях, вот конкретно в наших условиях, а человек должен понимать, что ему, конечно, надо пересматривать всю технологию производства кукурузы и поработать с затратами и попытаться вывести эти гибриды на сопоставимый в экономическом смысле уровень рентабельности, если это возможно, при данном уровне урожайности. Вы видите, что разница, допустим, в 2 тонны, а то и в 3 тонны между фирмами-производителями, это, конечно, очень существенно. Это мы сейчас говорим только про урожайность. Вот это в целом картинка. Значит, что касается картинки по результатам, ну, в общем-то, вот мы все проранжировали там с первого до последнего, со всеми фирмами, со всеми влажностями. Эта информация у нас есть, и, конечно, никто не исключает, что, и мы это неоднократно видели, что бывают какие-то очень удачные гибриды у каждой фирмы. Вот какой-то хороший конек, который качественный, который, да, действительно имеет право на существование один из одной фирмы, два из другой фирмы, и говорить о том, что все гибриды одной фирмы прекрасны или все гибриды другой фирмы абсолютно плохи, так говорить нельзя. Каждый выбирает гибрид под свою технологию. Да неважно, про какую культуру мы говорим, всегда есть четкие, нельзя ответить на вопрос, какой посоветуете хороший гибрид или посоветуете хороший сорт. Надо знать технологию, есть ли сушка, когда сеют, какие удобрения вносят, какие проблемы с сорняками, какая технология должна быть. Вот это все только подведет к нас к тому или иному сорту или гибриду. Ну и хотела бы еще показать вот с точки зрения влагодачи еще один слайд. Сейчас я его покажу. Он у нас, и мне он крайне кажется полезным. Это результаты прошлого года, когда была классическая уборка, когда группы спелости жили по нормальным правилам по влажности. Вот к вопросу о том, как мы сравниваем гибриды с разной, внутри одной группы спелости, но разных производителей. Здесь опять отранжировано по влажности, по мере увеличения влажности. Наверху у нас самые сухие гибриды, внизу у нас самые влажные. Вот смотрите, то же самое 200 фау. Евраль из Декалп 17-18, Лимогрейн 18, золотой початок 17, Ладожский уже 22. Если мы возьмем группу спелости уже 260, там Евраль из Рашт 17, там Росагротрейд уже 22. Если мы говорим группу спелости 300, то мы видим Декалп 18, Лимогрейн уже 22, золотой початок 23, Сингента 25, Росагротрейд 27, Агроплазма 24. Мы видим, что все равно влага отдачи и влага отдачи. Давайте, наверное, сейчас говорить про влажность. Потому что, в принципе, гибрид может находиться уже в созревшем состоянии. Черную точку мы уже видим. Вопрос на то, насколько влажное зерно, насколько он в течение сезона именно в поле сохнет. И вот с этой проблемой, конечно, надо работать. И здесь прямо четко видно, кто, какие гибриды и по какому пути селекция идет. Тут видно как раз и историю соотечества и опять иностранной селекции. И к этому тоже надо быть готовыми. Те, кто сеют кукурузу без сушки в нашем регионе, перейдя на компании, которые не так усердно работают с влага отдачи, либо им надо строить сушку. Это в наших условиях сейчас ставок кредитных и вообще цены на зерно. И вообще, наверное, нецелесообразно становится вся эта история. А еще те, кто не имеет выхода к газу, сделать сушилку на дизеле и потом вот с такой влажностью маяться в сезоне, это, конечно, другая экономика. Здесь вообще настолько все завязано на селекцию. Вся технология и все производство, особенно в фермерских хозяйствах, что надо сто раз подумать вообще о культуре. Вообще о культуре. Не просто о гибриде, а о культуре. Из всего вашего повествования я поняла, что все-таки в российской селекции есть хорошие гибриды, но тем не менее переходить нужно на них очень осторожно, взвешивая все за и против, смотря на затраты на гектар. Как бы вы рекомендовали менять гибриды в хозяйстве вашим коллегам? На что смотреть? Учитывая ситуацию, мы понимаем, что квоты на импорт сыграли свою роль в прошлом году. Как жить? Как жить? Во-первых, конечно, на незаметном месте пробовать варианты у себя в хозяйстве. Вот ориентироваться на данные соседа с большой аккуратностью, принимая во внимание все аспекты выращивания и вообще технической обеспеченности. Во-вторых, конечно, посчитать, какая все будет. И рентабельная кукуруза при снижении урожайности на тонну-две, если ее придется сушить. Вот тут как бы вообще очень хорошенько надо подумать. Конечно, те, кто озаботились инфраструктурой заранее, занимались сушками. И тут, конечно, люди действительно наконец-то начнут ощущать все прелести своего подхода такого инвестиционного вот как раз, наверное, в этих сезонах. В нашей зоне урожайность, вот если у нас средняя урожайность там 8,2, да, по кукурузе средняя, у нас средняя урожайность по пшенице там 6,5 тонн. Мы всем спокойно можем иметь хороший год. Вопрос стоит в том, насколько экономика при сопоставимой урожайности между кукурузой и озимой пшеницей. Ну вот тут надо посравнивать эти культуры между собой. Ну или какие-то две другие культуры, на которые не нужно делать таких инвестиционных положений в плане сушек. Здесь сейчас все встанет с точки зрения сушки. Пересмотреть историю может быть с... Вот самый популярный вопрос. Мне звонят часто коллеги, говорят, слушай, я всю жизнь выращивал кукурузу, там 200 фау, посоветуй мне отечественной гибрид, 200 фау, который у меня высохнет сам. Я не знаю, что ответить на этот вопрос, честно. Вот не знаю, риск настолько велик. Да, есть те, которые имеют продавать с поля сырую, но опять надо считать экономику. И это большой риск, потому что бывает так, как затянет дождями, и все. И мы эту кукурузу идти никуда не можем. Так что да, с кукурузой есть проблема. С подсолнечником может быть не так эта проблема яркая, а вот с кукурузой именно в нашей зоне, где мы сильно зависим от влагоотдачи, ранних фау гибридов, да еще что бы, с пониманием, что все равно будет урожайность меняться, ориентабельность будет меняться, надо сто раз об этом подумать. Ну и вопрос в том, что уходить, вот многие уходят, кукуруза высохнет в поле, когда будет мороз. Мы уже несколько лет проходим эту историю в регионе, мы видим эти скелеты, стоящие в течение всей зимы в поле, и пожираемые всеми погодными явлениями. Тенденция последних лет такова, что все больше и больше в нашей зоне мы видим повреждения стеблевым кукурузным мотыльком и хлопковосовки. В этом году из 10 початков 8 были повреждены. Нам повезло, этот год был сухой, и мы не увидели, а если они повреждены, это значит, садятся инфекции, и это микотоксины. Наш регион, потребляющий всю кукурузу в животноводстве, сейчас будет жестоко срезаться эти партии нашими покупателями. Мы это уже видим, и рассчитывать на внятную цену с микотоксинным зерном не стоит даже близко. И мы еще не имеем глобальной статистики по тому, как ведут отечественные гибриды вот в истории с микотоксинами, потому что повреждения в поле это одно, если оно простояло зиму, это другое, а есть еще микотоксины, которые развиваются в складе, их количество все увеличивается и увеличивается, и вот здесь кукуруза становится очень такой, как бы это сказать, чувствительной, что ли, вот к этому аспекту, это надо тоже понимать. Да, есть возможность инсектицидных обработок, но стоимость этой обработки до 2,5 тысяч рублей на гектар, вот реально, и ты ее еще не проведешь, потому что это надо работать дронами, которые у нас запрещены сейчас во многих этих регионах, поэтому это абсолютно безвыходная ситуация, и сто раз надо об этом, вот это все надо в голове держать. Боюсь, что кукуруза может стать под силу только людям а, с инфраструктурой, б, с возможностью там не только своевременной сушки, но и хранения длительного, качественного, ну и со всеми вытекающими, с анализом всех этих гибридов для того, чтобы найти именно тот, который будет стоять. Гибриды очень по-разному к этому относятся. И, кстати говоря, в прошлом году, когда вот были такие высокие повреждения на кукурузе, я разговаривала с представителями наших коллег, вот кто привозил нам семена на дымоплощадку, и говорю, ребят, возьмите, пожалуйста, каждый свой гибрид, пробу, ну сделайте внутри себя анализ на микотоксины, ну так классно будет все это видно у вас сейчас, вы будете понимать в первую очередь, как ваши гибриды перестаивают, как они к микотоксинам устойчивы, нет интереса сейчас пока, я надеюсь, что у самих фирм, производителей этот интерес появится. в прошлом году такая же история была с подсолнечниками, я говорила, пожалуйста, сделайте КЧМ, посмотрите, как ваш подсолнечник будет кислотное число масла накапливать, там кто-то взял, а кто-то сказал, вы знаете, мне сказали денег, нет, вот надо вот эти вопросы с селекционным компаниям, с семенауческим компаниям осознавать, собирать максимум информации с всех точек, на которых они отслеживают свои гибриды, я понимаю, не все сразу, пошагово, но я надеюсь, что это примут тоже во внимание. Хорошо, Дарья, спасибо вам большое за ваш опыт, за эти прекрасные таблицы, вы сказали, что нельзя так просто брать и переносить это на свои реалии, но тем не менее, мне кажется, сама схема анализа, взять, по ФАО разложить, по масличности оценить, это очень полезная стратегия для вообще любого хозяйства в любой области, в любой точке нашей страны. Вот. Ну, я очень призываю на самом деле людей делиться информацией такой, я знаю, ну, втихаря, конечно, вот эти листочки с результатами, они передаются, и мы вот общаемся, да, вращаются, и мы вот, кто общаемся, кто погружен в мелкую делянку, в опытное, конечно, вот мы друг с другом делимся, конкуренты мы, не конкуренты мы, потому что есть жесткая потребность в информации, в открытой, честной информации, не причёсанной маркетологами, и я абсолютно понимаю, что мне легко говорить, потому что я не продаю свинного солнечника конкурозы, и я тут могу и так, и сяк сделать, да, но в любом случае, ну, значит, должен арбитром быть кто-то третий, ну, значит, это надо делать, потому что люди вообще слепы, и настолько мы подвержены вот этим маркетинговым эмоциям очень часто, что, вот, знаете, в этом году обратила внимание, я езжу на дни поля, часто, и смотришь, как соседи делают, как где-то подальше делают, какие-то вдохновения, в конце концов, там черпаешь, как, и это можно посмотреть, и это у себя сделать, вот так вот можно, или перевернуть, делать совсем по-другому, и обращаешь внимание, сколько человек, на площадке заходит внутрь посева, но единицы, люди слушают то, что им вдувают в уши продавцы, и ты даже, зайдя внутрь посева, может быть, и тоже сделаешь, может быть, не совсем правильные выводы, но какие-то вещи, они бросятся в глаза, мы очень часто доверяем словам, надо верить не эмоциям и не чьим-то выводам, надо делать выводы самостоятельно, смотря на конкретные какие-то цифры, и пускай они будут даже прямо противоположны у людей, смотрящих на одну и ту же цифру, каждый сделает свой вывод, но в любом случае, ты это сделал с учетом своей картины мира, той, в которой ты ведешь производство, когда у тебя цифр нет, и тебе дают готовые результаты, вот это правильно, а вот это неправильно, очень большие риски возникают, тем более сейчас, когда мы переходим, когда у нас под ногами другая качка, корабль по-другому плывет совершенно, и ты вообще не знаешь, что там у тебя под ногами, и насколько далеко это уплывет, вот, поэтому нужно, конечно, очень аккуратно, очень взвешенно подойти. Думаю, все этот совет примут. Дарья, спасибо вам большое за беседу. Субтитры сделал DimaTorzok